Автомобилисты по всей стране жалуются, что с таянием снега с дорог начал сходить и асфальт. Не обошла эта проблема и столица Чувашии. На многих дорогах появились серьезные ямы, выбоины и трещины. О том, когда столичные дороги приведут в порядок, говорили сегодня на совещании в администрации города Чебоксары. Ямочный ремонт ведется в столице Чувашии практически круглый год. Только в феврале было отремонтировано почти 950 квадратных метров городских дорог. Рабочие латают ямы на улицах пострадавших от резких перепадов температур в круглосуточном режиме. Лечением дорожного покрытия занимаются 10 бригад. В работах задействовано 12 единиц техники. По состоянию на 27 февраля на основании предварительных подсчетов предприятий на уличной дорожной сети города требуется ямочный ремонт общей площадью не менее 3000 квадратных метров. Адреса проведения работ это улица Кукшумская, машиностроители Константина Иванова, коммунальная Слобода, Богдана Хмельницкого, Пирогова, Яковлево, Сугутский мост, Калининский мост, улица Калинин, Президентский бульвар, Марпасадское шоссе, проспект Мира, Максима Горького, улица Университетская, Соколова, Московский проспект, Московский мост, Игерский бульвар, проспект 9-й пятилетки. Справочно надо сказать, что самое худшее положение у нас было по Сугутскому мосту, на что израсходовано более 34 тонн асфальтобетонной смеси. На сегодняшний день подходы к подъезду к Сугутскому мосту и сам Сугутский мост отремонтированы. В ближайшую неделю ямочный ремонт на основных дорогах должен быть завершен. Но, как отмечают специалисты, дороги разрушают не только дождь, снег и мороз. Не меньше асфальтобетонное покрытие страдает от большегрузных фур, особенно в начале весны, в сезон распутицы. Именно поэтому с 20 марта по 18 апреля вводится временное ограничение движения транспортных средств общей массой более 5 тонн. Посты весового контроля будут размещены на Ядринском, Марпасадском, Канажском, Вурнарском и Алатарском шоссе. Также предусмотрена работа двух передвижных комплексов весового контроля на базе автомобилей «Газель». Работа пунктов весового контроля запланирована в круглосуточном режиме. Андрей Грушанин отметил, что в 2016 году было выявлено 15 фактов нарушения весовых параметров. В этом году пока один. Но, как сказал начальник управления муниципального контроля города Чебоксара Николай Каргин, не все больше грузов взвешиваются, многие проезжают мимо. И эта ситуация требует особого контроля со стороны столичных властей. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.